Я вам открою небольшой секрет. Довелось мне на тест-райде проехать в одном автомобиле с Виталием Малининым. Пилот из него просто первоклассный. Посмотрим. Вот видите, человек явно профессионал. Идет готовить себе автомобиль. Очень грамотный подход. Гонщику должно быть в данном случае максимально удобно. Там ведь не только сидение. Нужно руль отрегулировать по высоте, по длине. Ну и зеркала, наверное, конечно, тоже. Хотя здесь никто не преследует. Но, тем не менее, гонщику должно быть удобно. Включить подогрев сидений? Подогрев обязательно. Безусловно. Пока пилоты готовятся к старту. Коньяк Ронос от французского коньячного дома Тессендер Энд Фис. Черпая из истоков уникальных знаний секреты, передаваемые как драгоценное наследство из поколения в поколение, дом Тессендер Энд Фис сумел соединить чувства традиций и дух современности. И добился того, чтобы во всем мире продавались эти великолепные, престижные коньяки. Ну, коньяк мы, видимо, будем пить, когда узнаем имя победителя. Не знаю, правда, угостит ли он нас. И вас, кстати, дорогие зрители. Вот хотите, чтобы победитель проставлялся? Никто не хочет, чтобы победитель проставлялся. Обидно. На самом деле, традиция использовать, ну, в данном случае, шипучий алкоголь на перестале почета пошла из гонки 24 часа Лимана в 60-х годах. Один из американских пилотов, когда ему подарили на подиуме бутылку с шампанским, решил ее откупорить и облить всех остальных вокруг. И после этого традиция плотно прижилась в автоспорте. Главное, чтобы ее не отменили, поскольку у нас сейчас время ограничений. А тем временем, Сергей Малинин, Виталий Малинин, готов принять старт. Почему так тихо? Аплодисменты, аплодисменты, друзья, Виталий Малинин. Первое препятствие, без ошибок. Второе, чисто. Четыре штрафных очка, но интересную траекторию выбирает Виталий Малинин. На самом деле в этом маршруте столько вариантов альтернативы, что я даже не берусь предположить, какой из них самый короткий. Но всадники, я думаю, все за меня уже посчитали, поэтому нам остается только наблюдать за безжалостным секундомером. И он, кстати говоря, показывает нам, что Виталий был очень даже прав, потому что за 46 секунд заканчивает он конкурную фазу. И впереди не менее серьезные испытания, полностью настроенный под него автомобиль. Виталий Малинин сейчас должен внести какую-то интригу. Это самая минута, которая требуется всадникам для того, чтобы пристегнуться. И на старт! Очень уверенно и быстро, довольно резвый старт берет Виталий. А я обещала. Чистая дистанция. А какой поворот? Вот что значит полный привод в манеже. Прекрасное выступление. И финишная прямая Виталия Малинина на маршруте Jump'n'Drive. И у нас новый лидер Виталий Малинин. И у нас новый лидер Виталий Малинин.